Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы с вами поговорим о случае зуда и покраснений передней части уретры. К нам обратился молодой человек, у которого были зуды в передней части уретры в так называемой ладивидной ямке. Это расширение перед мочеиспускательным каналом внутри уретры, а также вы можете видеть на картинке покраснение уретры. Что в таких случаях необходимо делать? Несмотря на наличие постоянной половой партнерши необходимо 1. Сдать анализы на половые инфекции, жертвы сам полный спектр анализа. Иногда мы находим даже аденовирусы и другие вещи, то есть часто врачи ограничиваются каким-нибудь волшебным набором, типа шесть инфекций, восемь и даже четыре, однако половых инфекций гораздо больше, если говорить о их количестве, кроме ВПЧ, то это порядка семнадцати штук и еще аденовирус в ВПЧ, поэтому достаточно большое количество инфекций может вызывать то или иное воспаление мочеиспускательного канала. И все эти инфекции, конечно, необходимо проверить, а в ряде случаев расширить этот набор до микобактерий, туберкулеза, методом ПЦР, до непосредственно анализов на восемь берегов молочницы и так далее. То есть это достаточно широкий список и пренебрегать и в ряде случаев нельзя, потому что если в нем что-то не выявлено, это не значит, что нет ничего, а значит часто, что человек просто недооцедовал. Ну и, во-вторых, необходимо брать мазушки на воспаление, пассив на бактерии. У данного человека это было сделано, было выявлено воспаление 20-30 лейкоцитов полезрения при норме, 2-3 лейкоцита. То есть есть воспаленная реакция достаточно выраженная, нет половых инфекций, включая всякие вирусы, включая деновирусы. То есть в бакпассиве есть энтерококк и кишечная палочка. Часто задают вопрос, откуда это получается, да. Ну, здесь возможно не только вот сексуальных контактов именно анальных. В ряде случаев у женщин доживет непосредственно в влагалище. В этом случае нужно обязательно сделать ультразвуковое исследование мочеполовой сферы. При подобном исследовании у данного молодого человека было не обнаружено мочекаменная болезнь, не обнаружено непосредственно калькулезный простатит. Откуда вообще бывает калькулезный простатит? Это конечная стадия обычного простатита, когда после воспаления маленьких долей кациноза простаты возникает непосредственно сначала их рубцевание, то есть на УЗИ это проявляется как неоднородность структуры простатитной железы, очаги рубцов более плотные, затем соответственно медленным поступлением кальция в очаги рубцевания формируются уже кальцинаты или петрификаты, как угодно их можно назвать. Что в этом случае плохо? В том, что часто подобное воспаление человек без симптомов требует конечно лечения и обследование партнера также на подобные бактерии. Обязательно здесь что мы назначили? Антибиотики по чувствительности подобных бактерий часто пациенты уже употребляют большое количество антибиотиков без анализов и здесь чувствительность была к таким антибиотикам, например, моксифлоксацин, таким как ленизолит и другие препараты. То есть спектр их был довольно ограничен, поэтому здесь, конечно, очень важно первое назначить антибиотики именно по спектру действия на данную бактерию на раз. Второе, что еще, нужно лечить этот простатит и как это сейчас делается? Это делается с помощью электрофорезов, если камни небольшие, как для нас учитывая массаж, простаты подключатся не сразу, а чуть попозже. Это делается с помощью ферментов по типу ангидаза, антибиотиков одновременно, препаратов по типу Омника, Кардуры, которые являются альфа-дреноблокаторами, противовоспалительных препаратов длительное время, ну и так далее. Поэтому это должно быть комплексное лечение. Часто пациенты, попадая в различные поликлиники или читая по интернету, просто глотают антибиотики горстями, загоняя подобное воспаление в хроническое состояние, а оно, между прочим, уже хронизировано, учитывая, что есть петрификаты в простате, и непосредственно после этого обращаются к нам с уже кровью в сперме, что является довольно частым симптомом запущенного хронического коколезного простатита. Поэтому необходимо помнить, что с таким пациентом, к сожалению, нужно долго возиться. Здесь нельзя просто назначить как бы какую-то таблетку или мазь, да, как это часто требуют в интернете, и, в общем-то, проводить такое комплексное лечение и повторное обследование таких хронических пациентов, несмотря на их довольно молодое возрасте. При необходимости диагностики и лечения различных изменений в области половых органов, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. У нас принимает грамотного специалиста, который занимается диагностикой и лечением потока заболеваний. Ждем вас наше клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube, наш канал Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok